Добрый день, дорогие друзья, современники, соратники, земляки. Мы вас приветствуем на Народном славянском радио и на канале Мир ТВ. Сегодня у нас, на мой взгляд, необычная встреча, но, как мне кажется, очень-очень важная. Вот отсюда, именно отсюда хочется с вами поделиться. И назовем ее, наверное, так. Время вопросов и очень нужных ответов. Друзья, я бы не хотел, чтобы вы распределили нашу сегодняшнюю встречу очередное какое-то умничание, досужего, скучающего пенсионера, который хочет что-то наговорить. Нет, совсем не так. Мы живем в очень удивительное время. И вы, наверное, все отчетливо видите, что это время, оно не праздное сегодня. Оно заставляет нас серьезно напрягаться, думать, беспокоиться. И много-много еще неожиданных для нас, для нашей прошлой, привычной жизни событий, которые как-то все встряхнули. И помогает нам, наверное, что-то почувствовать в себе какие-то серьезные вопросы, на которые, хочешь не ходишь, надо искать ответы, раз уж мы люди. И вот этот неожиданный учитель современности, так называемый эпидемия, которая сегодня на всех углах говорят, она как раз и о многом нас заставляет задуматься, посмотреть по сторонам и все-таки попытаться определиться. И что, друзья, на самом-то деле происходит, давайте вместе просто подумаем, почему такие периоды случаются. Вот казалось бы, какая-то невидимая букашка, вдруг переворачивает всю жизнь нашу с ног на голову. Вот просто посмотрите, просто подумайте. В человеческом теле порядка 75 триллионов клеточек, да? Вот. И еще больше всякого рода вирусов, бактерий, и все там как-то уживаются. И ведь смотрите, жизнь, в которой мы находимся, большая жизнь, это и планета, и вся Вселенная, и не менее большая Вселенная, которая внутри нас, и все это наша жизнь. Смотрите, друзья, она так долго трудилась, так долго эволюционировала, что все в этом как-то научилась жить. В равновесии, в гармонии, в соседстве, ничто никому не вредит. И в эту же жизнь был встроен человек. И что самое удивительное, этот человек вместе с природой научился жить во всем этом, в гармонии. Именно это умение ладить жизнью, умение сонастроиться с ней и развивало у человека те свойства, которые, ну как говорят медики, ну хотя бы вот его здоровая иммунная система, которая со всеми этими вещами лихо справлялась. А сегодня и последние годы мы видим, что все больше и больше и больше у человека появляется разного рода заболеваний, разного рода проблем и так далее. У наших предков была очень простая такая поговорка. Все болезни от нерва казалось бы примитивно, смешно, а давайте все-таки подумаем. Ведь человек это целостное органичное существо, в котором происходят миллиарды процессов, все очень важные, все поддерживают его и развитие, и жизнебеспечение и так далее. Но человек-то не один. Сегодня у нас на планете уже за 7 миллиардов, за 7 миллиардов населения планеты у нас очень много. Но, вот как еще раз говорю, все болезни от нерва. А вот если посмотреть, что приводит к тому, что у человека начинается рушиться здоровье, начинают рушиться его какие-то связи жизненные, начинает происходить разного рода растерянность и так далее, и так далее. Ведь сегодня те же самые психологи отчетливо утверждают, и уже появляется целая наука, так называемая психосоматика, которая совершенно отчетливо говорит, что определенный образ жизни, определенные привычки, мировоззрение, наши мотивированные реакции, наш способ участия в жизни, все это самым серьезным образом влияет на наше здоровье. Не только здоровье, а на наши отношения, на наш способ жить, на наши взаимоотношения с себе подобными. И вот давайте хотя бы небольшой такой беглый взгляд сбросим на то, что с нами происходит сегодня. И что вскрывается? Ведь, по сути дела, почти все человечество живет в страхе. Какой-то обычный человек живет в страхе того, что удастся ли ему заработать на целый месяц, удастся ли ему обеспечить свою семью, удастся ли ему создать будущее для своих детей. Ведь многие страны, особенно такие тяжелые, бедные страны, по тем же данным ООН, подумайте только, 8 тысяч детей ежедневно умирают от голодного. 8 тысяч ежедневно просто умирают. Вот разве и не страшно? Удастся ли им поесть сегодня или нет? Эти страхи у нас, они во всех областях жизни развиты. Страх не успеть, страх заработать, страх выжить, страх какие-то там понтов достичь, страх чему-то соответствует. Страх начальника, страх мнений других о нас, о них, да. Какие-то подспутные страхи, которые сформировались еще с детства и так далее. Вот этот целый ввоз этих страхов, понимаете, он что, думаете, они влияют на нас? О, еще как влияют. И все, это наша жизнь, конечно. Или вот устроители этой жизни, так называемой, да, которые в большей степени, я бы сказал, с нечеловеческим строем, психики, которые паразитируют на теле вообще человечества, на теле планеты. У них потрясающе, так сказать, самая главная мотивация в жадности больше, 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 поймите. Понимаете? Им хочется больше, их обуела жадность, а отдувается все человечество. Вот теми же самыми страхами. И чтобы жить вот в этой бесконечной лонке за лишним, в этой, обслуживать свою жадность, один из самых важных инструментов – это ложь. Посмотрите, что происходит в средствах массовой информации, в этих официальных, так называемых, раутах там и так далее, и так далее. Понимаете, уже доходит просто до смешного. Вся наша жизнь пронизана вот этими, так сказать, ложи, которые структурируют наше внимание, наше сознание, наш способ жизни, мы там, ну, в какой-то степени хоть немножко не умирали. Только потому, что кому-то хочется иметь все. Это тоже влияет на человека. Вот смотрите, такой простой вариант. Я вот живу сегодня в Луганской народной республике. Вот один из средних политиков сегодня заявляет о том, что вот есть, так сказать, прожиточный минимум, да, так называемый, да, и есть методика расчёта, которая принята, так сказать, в международном сообществе. То есть, в основном, коэффициент, который умножается, этот прожиточный минимум, если говорить о России, то по этому коэффициенту, средний класс сегодня, средний класс, это человек, зарабатывающий 17 тысяч рублей в месяц. Или в нашей Луганской народной республике уровень заработка, так называемого, среднего класса по этой методике, 8400 рублей в месяц. Понимаете, вот что можно позволить себе, какой устойчивость, какой достаток, какой, так сказать, элемент развития, какое будущее своих детей, вот за 8400. Понимаете, о политике там нам рассказывают, вот сюда, о том, что это признаки среднего класса. Понимаете, вот такие, казалось бы, какие-то странные, так сказать, логические рассуждения, да, они на самом деле элементарно выглядят, как ложь, которая нас приучает, которая нам объясняет, что всё правильно, всё хорошо, всё идёт как надо, и так далее, и так далее. А когда эта ложь пронизывает нашу жизнь, то нам, так сказать, объясняет, что нет денег для этого, для этого, для этого нет. Вы там потерпите, как-нибудь обойдитесь, и так далее. И в это же самое время мы видим просто потрясающие, так сказать, моменты. Ну, хотя бы один из элементов, вот недавно, один из политиков, так называемого Российского Сельсовета, да, рассказывал такие цифры, что, вот, допустим, Россия поставляет нефтепродукты в Германию и в Соединённые Штаты, да. И та же Германия перед ООН отчитывается, и та же Россия отчитывается о том, на сколько там, какое количество, на какие количество денег продано. Вот, Россия, допустим, говорит о том, что продано в ГДР, вернее, в Германию, вот видите, я сказал её временем, допустим, 9, на 9 миллиардов долларов, вот. А та же Германия перед ООН отчитывается о том, что Россия продала на 17 с лишним миллиардов долларов, или Америке продали на 3 миллиарда долларов нефтепродуктов, а та же Америка отчитывается, что Россия им продала на 9 миллиардов долларов, понимаете? Вот это же ложь о чём говорит? О том, что кто-то убегает от налога, кто-то реализует прибыль таким образом, что львиная доля этих доходов остаётся где-то не у нас, понимаете? Вот такие, казалось бы, вещи, они пронизывают всю нашу жизнь. Это ложь стала одним из инструментов манипуляции людей, способа жить и так далее, и так далее. Я ещё перечислил, хоть бегло так всё-таки, какие-то моменты. Допустим, так называемая личность наша, которая в либеральном прадигме имеет особый вес, особое значение, особый статус. Как же, что её величество, личность превыше всего, она обладает разного рода правами, заслугами, ещё что-то такое. А на основе такого способа жить рождается оголтелый эгоизм, который решает, что только его важны, только его интересы, только его капризы, только вот это для неё, для личности. И здесь никто не прав, кроме неё самой. И всё должно быть только так, как она хочется. И вы смотрите, вот эта вот постоянная жадность, страхи, ложь, гонки, это создаёт постоянное колоссальное внутреннее напряжение. И опять перейду, как бы, немножко в медицину. К чему приводит бесконечное напряжение? Не только к физической усталости. Понимаете, это же целый, так сказать, набор метаболизма, целых химических реакций в теле, которые начинают вырабатывать целую кучу токсинов, ядов. Ведь напряжение, когда они долго не выпускаются, не расслабляются, они накапливают целую кучу процессов внутри нашего тела, которые потом идут как сбои, как набор разного рода токсинов. И идёт, так сказать, сбои сердцем, ослабляется иммунная система, когда уже все эти, так сказать, мелкие ребятишки, которые живут в нашем теле, быстро захватывают власть над нами, начинают съедать. Это всё взаимосвязанные вещи, а такая вещь, как стрессы, понимаете, тоже накапливается, да, или наши распущенные эмоции, привыкая к которым мы становимся эмоционально зависимыми. А потом это всё болезни, вот, бесконечные войны, которые вот эти жадные паразиты нам организуют, чтобы там то лишь писать долги, то ли побеждённым навесить какие-то очередные обязанности там, ну и так далее, и так далее. Вот, всё это вот, бедность, выживание, вот, и понимаете, вот эта постоянная озабоченность вот этим вот выживанием, тут она приводит к тому, что нам просто некогда подумать о том, а вообще что, что происходит на самом деле на человечестве, у человечества. Каким образом мы сможем вообще это будущее увидеть, понять, спрогнозировать как-то, или спланировать, или добиться его, понимаете. Ведь сегодня же все отмечают, что, ну, действительно ощущение такое, что человечество живёт в дурдоме, понимаете, и руководят этим дурдомом, не врачи, не руководят сами пациенты. Вот я немножко описал, как некоторые, так сказать, факты и состояние нашей жизни, они все говорят о том, что мы действительно живём сегодня в таком обществе, вот, извращённый человек, вот, вот, это бесконечная усталость. И что нам остаётся, понимаете, когда мы не пытаемся задуматься, как это всё взаимосвязано, где основные причины лежат, понимаете. Мы опять начинаем тешить себя какими-то надеждами, ну вот вернётся, вот надо ещё чуть-чуть потерпеть, а вот там есть какие-то чиновники, начальники большие, вот они же должны, они всё сделают там и так далее. Мы даже не даём себе труда подумать, что сегодняшняя система управления, она же заточена на то, чтобы вся эта аппарат чиновничий не думал о новых идеях. Он слепо выполнял функции, которые ему предписали вот те ребята, понимаете. А мы себе не даём труда об этом подумать. А раз не думаем, раз не видим, раз не ставим этих вопросов для себя, так мы же ответов искать не будем. Вот что на самом деле получается. То есть, и мы планету гробим, понимаете. Огромнейшее пространство, на которое живут вот эти вот уже, уже трудно сказать, люди, да, которые вот такую организовали жизнь. И естественно, она будет каким-то образом реагировать на нас. И вот эта сегодняшняя ситуация с этой пандемией, да, она же, ну по сути дела, она обнуляет всю нашу так называемую цивилизацию. Сегодня никто не даёт гарантии, что мы победим очередной раз какой-то там, разновидность какого-то там вируса, да. А вся эта система жизни, которая такая же остаётся, она буквально всё чаще и чаще будет организовывать нам следующие проблемы. В чём перед нами становится задача? Продолжать, терпеть, изворачиваться, ловить во всём этом. И лгать, лгать, лгать. Или что? Надеяться, что вот сейчас эта волна спадёт. Мы опять вернёмся к прошлому. Как у нас было, как у нас получалось. И будем продолжать жизнь. А что продолжать? Всё то, что мы наработали, то, что мы развили, как способ между собой взаимоотноситься. Я думаю, нет. Будущего у этого уже нет. Тысячи экспериментов проводились, что если такая тенденция в обществе сохраняется, у него действительно нет будущего. Сегодняшняя эта система, которая нам в сказке рассказывает, что вот они там призвали большие чиновники, начальники решать какие-то вопросы, она же вообще не отличается мудростью правильнических решений. Они просто не в состоянии делать. Этот пресловутый капитализм, он пришёл к своему финише, они сами, эти идеологи капитализма, сами об этом говорят. Что финиш нет будущего у него. Понимаете, что происходит? И как ни крути, эти вопросы, они сегодня очень живо, каждого из нас берут, как говорится, за горло, берут за грудки и трясут. И говорят, ребята, проснитесь. Давайте начинать что-то делать. Понимая, что на самом деле происходит, как это всё взаимосвязано. Я больше хочу сказать, друзья, ну, может быть, для кого-то это покажется какой-то там туманной шизотерикой, да? Но на самом-то деле мир, мир меняется, и причём очень серьёзно. Ну, к примеру, в 12-м году было замечено, что размер атома водорода уменьшился, так сказать, на какие-то проценты. Представляете, атом водорода лежит в основе всей органики. В основе всей нашей, так сказать, жизни. Он изменил свои функции. Частота Шумана, которая ещё там где-то лет 30 назад была, где-то 7,9, ну, порядка 8 проливаний в секунду, да? А сегодня она скачет под 70. Мы, как бы, не даём себе труда, как бы, понять это всё. Но ситуация в мире, она очень резко меняется. Сегодня идут, ну, просто такие потрясающие, так сказать, изменённые свойства, в которых находится и наша планета, и весь наш объём жизни. Они уже другие сегодня, понимаете? И если мы вот этих вещей не будем учитывать, вот, тогда, конечно же, у нас без конца будут проблемы. Вот со всем тем набором сложностей, которые мы описали чуть выше, у человека, получается, нет места на Земле. И это надо понимать. Мало того, я вам просто хочу, друзья, ну, поделиться своим опытом. Как-то в 90-м году мне очень здорово в жизни повезло. И случилось очень мощное такое прозрение, ну, так бы я назвал. И это позволило мне начинать, ну, прежде всего, попытаться понять себя. Понять себя – это не повесить на себя какие-то новые определения, ярлыки, какие-то там ценности, которые можно выдумать, которые можно насильно к себе там приписать. Нет, это понять всю природу, всю её полноту внутри самого себя. Потому что мы же весь этот мир понимаем только с помощью себя. Жить мы в нём можем только с помощью самого себя. Участвовать в нём мы можем только с помощью самого себя. Откликаться на него, реагировать, понимать его. Каким-то образом развиваться в нём тоже только с помощью самого себя. Именно поэтому во все времена мудрецы говорили – пойми себя. Я дальше не хочу там философствовать, но я вам скажу, друзья, именно этот опыт углубления, исследования, понимания себя привёл к чему? Что я столкнулся с этой полнотой жизни, откуда всё проявляется. Понимаете? То есть это выглядит как тонкий мир, как сегодня говорят, да? Но именно он является основой существования. Вот что, понимаете, вот то, что мы видим, как вот эту плотность, она уже не такая уж плотная. Вот смотрите, как посчитали учёные, если обычный атом до размера вот такого, ну, теннисного мяча увеличить, то соседний атом будет от него на расстоянии 3 километра. Представляете? 3 километра. Вы увидите за 3 километра вот такой объект? Нет. И всё это потрясающе, каким-то непостижимым образом существует. Вот в этой как будто бы пустоте, по каким-то волшебным свойствам рождается всё. Но всё это живёт по удивительным законам. Полнота жизни – это гармоничное, постоянное сочетание развития движения, какая-то тонкая музыка, которая ощущается как состояние восторга и счастья. И всё это пронизано, ну, я бы сказал, разумным нечто, или как физики сегодня говорят, сознанием. Вот это божественное начало, обладающее разумом и сознанием, которое везде присутствует. И это же свойство обладает потрясающей мудростью. То есть, развитой способностью всю полноту воспринимать. Это не просто как бы там на полке увидели кучу предметов. Нет. А великие выживые вон сочетании исполнений. И всё видится как постоянное понимание всех взаимосвязей. Что, почему, зачем, что следует, как, куда и так далее, и так далее. Это всё сразу видно. Вот мудрость как раз этим отличается. А переживание это, ну, невероятный божественный восторг, радость, состояние полноты жизни. Всё это и есть любовь. Когда ты это всё начинаешь в себе переживать, это результат обычной практики. Как научиться смотреть в эту сторону? Не вот эти внешние обстоятельства и все тот список, который я перечислял сегодня. Эти всех озабоченностей, страхов. А внутрь себя посмотреть, где живёт Бог, как, кстати, сегодня говорят. И вы всё это обнаруживаете. И когда вдруг, вот как-то мы на школе, на нашей школе занимались, у нас много друзей развиваются в этом контексте, да. И вот одна женщина, когда вот окунулась в это переживание, о чём я сейчас говорю. У неё такие глаза сияющие. Это какое-то состояние, знаете, невидимой музыки, восторга, радости. Так как же после этого можно жить вот той самой жизнью? Да невозможно же. И вы понимаете, человек, рождённый, быть человеком, и чтобы постичь вот то, о чём я говорю, вернуться в эту восторженную радость, стать Богом по-настоящему, понимаете. Он для этого здесь рождён. И переживать это состояние, это постоянное чувство восторга, какой-то божественной музыки через нас, которая всё время ищет вот это способа поделиться этим восторганной радостью. Не вот тем списком озабоченности, а вот этим. И это наше естество, и это наше будущее. Понимаете? А это хочется выразить по-человечески. Каким образом? Вам рассказать об этом. Вот из чего мы состоим. Вот наше будущее. Вот качество, которое мы можем жить. Понимаете? Это внутри нас находится. Это не где-то там, Гималая, где надо 30 лет медитировать в пещере. Нет. Это прямо здесь. Только откройте глаза. Там даже двери нет. Всё доступно. Всё открыто. Понимаете? И эта возможность, она от нас никак не спрятана. Это тот мир, который во всей полноте, он в нас присутствует. И вот когда мы понимаем эту разницу, когда мы её пережили, вот здесь чувствую, что жизнь может быть другой. Совершенно другой. Но, друзья, когда вот с этого пространства начинаешь всё понимать, открывается так много, мы, я бы сказал, не суразности, которые мы все вместе наработали, накопили, они все требуют перемен, все требуют наше участие. И тут, к сожалению, очень часто наша старая личность берёт нас на горло и начинает. Да это вот этот виноват. А эти, эти сволочи. Мы превращаемся в бесконечных критиканов. Я-то здесь ни при чём. Это вот это, это, это мы. Очень лихо можем оправдываться. Но от наших оправданий ничего ж не меняется. Понимаете? Всё остаётся тем же самым. Понять эту взаимосвязь не так-то уж и трудно. И здесь вопрос сразу становится ребром. Или мы, ребята, продолжаем. Несмотря на то, что трудно, тяжело. Начинаем созидать новую жизнь, новые отношения, пространство счастливых людей, живущих по совести и справедливости. И в каждом направлении жизни, которое нас связывает, как людей, да, надо сделать всё. Не какие-то там заплатки положить, а всё кардинальное, всё пересмотреть, перешерстить. И надо сделать всё. И в развитии человека, и в идеологии, и в воспитании образования, и в экономике, и в создании вот этого гармоничного пространства. Понимаете? По этим человеческим принципам. И только тогда мы имеем право ожидать. И понимаете, мы не конкуренты, мы не звери. Когда вот мы живём в этом качестве, о котором я говорил, то каждый человек для нас становится подан для любви. Вот той самой всеохватной любви, как главного качества жизни. Во всех её измерениях. Именно это лежит в основе. Понимаете? И нет у нас другого пути, как только начинать это понимать, обозначать для себя все эти направления, и добиваться нового устойчивого результата, который бы между нами, как человечеством, сохранил бы именно эти отношения. И только так. Это когда мы всё-таки начинаем задумываться вот об этих вещах. Как бы начинаем как бы вот в этой внутренней чешине, в этом божественном плане, который в нас присутствует, это другое качество, это другое измерение, это другое пространство. Это не тот список проблем, которые надо весь без конца учитывать. Понимаете? Всё оттуда видится по-другому. Сразу понятно, что, в каком направлении и как надо делать. Мы все здесь, ну мягко говоря, виноваты в том, что пропустили, что позволили, что не хотели развиваться, не хотели понимать все эти вещи, что терпели вот эти все несуразности. В надежде, что вот получится, ну потом, ну ещё, ну как-нибудь. А кому-то в это время удавалось, так сказать, нас так организовать, чтобы мы всё хуже, хуже, становились всё менее развитыми, всё более, так сказать, зависимыми, всё более погружёнными в состояние стресса, страха там и так далее, и так далее. Это всё то, что мы сами позволили себе. Так вот, время этих позволений прошло, друзья. Я ещё раз говорю, нырните в себя, вспомните, кто вы есть на самом деле. Вы Бог, живущий, творящий на земле. И наша задача вырастать в человека. Когда вы реализовываете самые высокие свойства в себе, вы превращаетесь в человека, с которым интересно жить. И тогда действительно, человечество всё, таких людей, это повод для любви. И эту болезнь, преодоление всех этих сложностей, о которых мы говорили, никуда не денешься, мы обязаны пройти. Мы обязаны выработать у себя иммунитет к этим звериным началам. Как бы мы их там не оправдывали, сколько бы мы там виноватых не находили, как бы мы там хитро не прятались от видения и понимания всех этих проблем. Они достанут нас каждого. Уже сегодня достали. И вот эта ситуация сегодняшняя, она совершенно определённо говорит, старое время кончилось, друзья. Возврата не будет. Если мы будем продолжать хитрить, то появятся ещё какие-то, так сказать, маленькие вот эти вирусы, букашки или ещё что-то в этом роде, да? И всё будет обнуляться. Уже обнулилось. Сегодня время пришло не столько, так сказать, драться за какую-то выдуманную правоту, там, какие-то цепляться за какие-то старые схемы, привычки. Нет. Сегодня выбор стоит за каждым человеком. Именно за каждым человеком. От вашего выбора какую сторону смотреть, какую сторону идти, что созидать, зависит именно ваша судьба. И это не какие-то там, ну, надуманные абстракции. это уже на наших глазах происходит. На наших глазах. И я, друзья, не столько там хочу вам очередной раз как бы изречь какие-то проблемы, которые сегодня нас связывают, к сожалению, да, а сказать, что вы, прежде всего, человек с большой буквы. И время наше сегодня в том, чтобы вспомнить в себе о себе вот это. И идти дальше. И у нас непременно все получится. А обязательно получится, потому что мы люди. И мы это можем. И возможность нашего будущего, она у нас есть. И вот я вас очень прошу, и просто прямо на нашей передачи. Попробуйте нырнуть в эту тишину внутри себя. И побудьте там какое-то время. Позвольте себе увидеть всю палитру этой жизни и возможной людей. Ее в другом месте нигде нет. И тогда вы в этом молчании начнете слышать ответы. как с помощью самого себя от верного выбора прийти к той высокой человечестве, которая всех нас объединит. И мы все вместе с этими проблемами справимся и обязательно наладим достойную человека жизнь. Ну и на этом закончим сегодняшнюю нашу встречу. Пишите вопросы свои, обозначайте темы, которые вам хотелось бы интересными разобрать, услышать, вместе подумать, предлагать за свои идеи. Мы обязательно на них будем опрекаться. На всем прощаюсь с вами. Будь добрым. До скорых встречи. и лети ты на крылатом коне Рус далекие тысячелетия Рус Рус чтобы быть в курсе событий получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube нужно нажать на кнопку подписаться и обязательно нажать на знак колокольчик. Понравившейся записью Вы можете поделиться с друзьями в соц. сетях чтобы быть в курсе всех событий народного славянского радио заходите на наш сайт славрадио точка орг и подписывайтесь на нашу рассылку вместе сделаем мир лучше быть добро